Всем привет! Рада вас снова видеть на моем канале Захотеть Похудеть. Сегодня мы с вами будем разбираться, как избавиться от постоянного чувства голода и что можно сделать для того, чтобы снизить аппетит. Первое, на что стоит обратить внимание, это перекусы. На те продукты, которыми вы перекусываете, и на количество перекусов. Мне зрители часто пишут, что я не могу понять причину порции небольшие, продукты выбираю полезные, правильные, калорийность тоже невысокая. Но, во-первых, вес уходит очень медленно или вообще не уходит. И, во-вторых, чем больше я перекусываю, тем больше мне хочется есть. Вот в этом вся причина. Во-первых, многие перекусывают сладкими фруктами. И, во-вторых, многие перекусывают по 3-4 раза. Нужно обозначить для себя то, что перекус не является обязательным приемом пищи. И перекусывать нужно только в крайних случаях. Вот в тот период, когда вы переходите на другой вариант питания, и вам не хватает, и вот чувство голода действительно мучает, потому что порции и калории отличаются. Я перекусывала только в первый период, когда я переходила на интервальное питание. И перекусы у меня в основном были между обедом и ужином, чтобы не наесться на ужин, не съесть большую порцию, чем я себе запланировала. И постепенно я вообще перекусы исключила. Перекусывать лучше всего или орехами, потому что в них содержатся растительные жиры, растительные протеины, или же не сладкими фруктами, которые содержат много витамина С. Это может быть киви, это могут быть цитрусовые грибфуд, к примеру, или апельсин. В мандаринах больше глюкозы, больше сахара. Или же зеленые яблоки, опять же не красные, а зеленые яблоки. Потому что они ускоряют метаболизм, и в них меньше фруктозы. Ни в коем случае нельзя полностью исключать фрукты из своего рациона, даже сладкие. И особенно в сезон, когда они только-только с грядки, поскольку в них очень много полезных веществ. Но чтобы фрукты не вызывали у вас аппетит, не вызывали чувство голода, их лучше всего комбинировать. И делать это на завтрак. Комбинировать можно с кашей. Каша это сложный углевод. Комбинировать можно с творогом, с йогуртом, с кефиром, с молочными продуктами. Потому что они хорошо сочетаются, они хорошо вместе перевариваются. И благодаря тому, что вы комбинируете или молочные продукты, или сложные углеводы, быстрые углеводы, которые находятся в фруктах, они не переварятся так быстро. Если вы съедите только порцию фруктов, и таким образом вы насытитесь, получите полезные вещества, и чувство голода не придет так быстро, если бы вы съели только фруктовую тарелку. Если вы перекусываете 3-2 раза между приемами пищи, постарайтесь постепенно, опять же, не рубите, как говорится, с плеча. Потому что чем больше ты себя ущемляешь, тем больше тебе хочется нарушить. Но если 3 перекуса, сократите их вначале до 2, потом до 1, а потом вообще исключите. Только в крайнем случае. Лучше съесть нормальную порцию, питаться нормально 3 раза в день, и насыщаться тем, что у тебя есть в тарелке, чем 3 полноценных приема, пусть там что-то ты не добавил, потому что многие убирают жиры, многие убирают сложные углеводы, и не получается вот этот вот запуск процесса, который должен у нас происходить, обменные процессы, в них участвуют и жиры, и белки, и углеводы. И если чего-то не хватает, соответственно, постоянно мы чувствуем голод, потому что обменный процесс прошел не так, как нужно, чего-то не хватает, и, соответственно, организм пытается добрать недостающие вещества. Поэтому лучше 3 полноценных приема пищи и поменьше вот этого вот кусочничества, что там потянул, там потянул, там потянул, потому что в основном тягаем там и что, не кусочек мяса или там кусочек ветчины, никто, редко вернее, не могу сказать, что никто, но редко кто перекусывает белком от яйца, в основном это или фрукт какой-то, или печенье какое-то, или кофе с молоком. И каждый раз, когда мы вот так вот типа перекусываем, мы добавляем в наш организм фруктозу, глюкозу, повышается уровень сахара в крови, выделяется инсулин, и получается, что у нас постоянно вот такие вот скачки. И опять же, не путайте дробное питание с перекусами, поскольку есть категория людей, которая вынуждена по медицинским показателям или по возрасту питаться чаще, дробно, небольшими порциями, но это ничего общего не имеет с тем, что ты три раза наелся, еще три раза перекусил какими-то сладостями. Очень важно для того, чтобы избавиться от постоянного чувства голода и снизить аппетит, необходимо приучить себя есть в одно и то же время. Вначале будет сложно, но затем организм адаптируется, и чувство голода между приемами пищи снизится, и вы это даже сами почувствуете, вы это заметите, и где-то через месяц-полтора чувство голода между приемами пищи вообще исчезнет. Это я вам говорю из своего опыта. Затем старайтесь, чтобы обед был достаточно плотным, чтобы он был сбалансированным, чтобы там были и жиры, и белки, и углеводы. И порция в обеденное время должна быть самая большая по объему и по калориям. Таким образом у вас не будет вот этого вечернего жора. Многие девчонки стараются на обед съесть какой-то супик, что-то легенькое, что-то такое вот такое, и считают, что как бы, ну, нормально, это все хорошо, на ужин там я наемся, и то, и то, и то съем, и как бы будет все хорошо. Во-первых, это ведет к тому, что действительно на ужин вы наедитесь, и желудок перед сном многие поели, и через час легли спать, пища не успевает перевариться так, как положено. И еще, когда вот такой вот легкий обед, то большой риск именно зверского аппетита в вечернее время. Я делала как? И делаю, продолжаю это делать. На обед у меня достаточно большая тарелочка. Я съедаю, я наедаюсь. И на ужин, чтобы не было чувства голода, я ложусь спать поздно, у меня в основном это сочетание овощей и белковой пищи. Белковая пища переваривается дольше, она прекрасно насыщает, а в овощах содержится клетчаткой. Клетчатка, я думаю, что многие из вас знают, в сочетании с белковой пищей, великолепный партнер для того, чтобы избавиться от лишних килограммов. Если голод, это уже, как знаете, навязчивая идея, то, во-первых, необходимо переключиться с этой мысли на что-то другое. Займитесь домашними делами. Или же делайте, как делала я вначале. Когда мне хотелось есть, я одевалась и шла на прогулку. Брала с собой бутылку воды и ходила, пила водичку. Во-первых, ты отвлекаешься, ты меняешь обстановку. Во-вторых, когда ты ходишь, ты же не будешь есть. Нет, но есть, конечно, такие, которые могут остановиться в кафешке, купить там какой-то бутерброд и жевать его на ходу. Жевать на ходу это очень вредно для здоровья. Это плохая привычка, от которой нужно избавляться. Но, чтобы мыслей о том, о еде не было, старайтесь как можно быстрее на что-то переключиться. На то, что вам приятно, на что-то интересное. Можете пойти заниматься собой. Делайте маски для волос, для лица, маникюр. По поводу горячей воды у меня есть отдельный сюжет. Но, возможно, не все из вас его видели. Поэтому, повторюсь сейчас, прекрасно снижает чувство голода и аппетит теплая вода. Пейте. Во-первых, организм не будет обезвожен. Во-вторых, действительно, это помогает. Если вы не смотрели то видео, там я рассказываю более подробно, чтобы не повторяться сейчас. Просто пройдите и посмотрите. Там все очень подробно рассказано о полезных свойствах теплой воды. для похудения. Не забывайте высыпаться. Поскольку, когда мы не высыпаемся, мы не отдохнули, у нас недостаток энергии, то мозг подает сигнал нам, для того, чтобы получить энергию, что нужно сделать. Нужно что-то съесть. Мы получаем килокалории. Это, знаете, как элемент самозащиты организма, для того, чтобы вот мне того не хватает, как вот кому-то хочется яблоко, кому-то хочется рыбы, кому-то хочется мяса. Это наш организм дает сигналы о том, что определенного элемента в питании недостаточно. То же самое с энергией. Не выспался, энергии нет, и мозг уже тебя направляет куда? К холодильнику. Поэтому, если вы будете достаточно спать, то чувства голода у вас будет намного меньше. Закончить этот сюжет хочу на мотивационной нотке. Чем больше у вас количество потерянных килограмм, тем меньше вас будет мучать чувство голода и зверский аппетит. Дело в том, что когда человек полный, естественно, у него намного больше жировой ткани. И в жировой ткани образуется такое вещество, как нейропептид. Вот посмотрите, если вы ничего об этом не знаете, вы увидите подтверждение моих слов, поскольку именно вот это вещество, оно провоцирует чувство голода. И когда человек полный, ему все больше и больше хочется есть. И когда мы стройнеем, когда жировой ткани у нас меньше, соответственно, этого вещества выделяется меньше, и чувство голода снижается. Так что, девочки, вперед! Не бойтесь, старайтесь. Конечно же, необходимо будет терпение, но без этого никак. Самая главная цель. Всем желаю прекрасного настроения, эффективного похудения, и увидимся в моем следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok